Итак, ребята, биткоин пробивает 50 тысяч долларов. Мы видим прямо сейчас эфир, походу, пробивает 4 тысячи долларов. Собственно, ничего удивительного, всё идёт по нашему сценарию. Dash также накапливается перед пробитием уровня 250 долларов. Большой респект всем, кто в ракете, всех с To The Moon и про Solana уж я вообще молчу. Ну, в общем, да, слушайте. Что хочется отметить, так это несколько вещей. Я, на самом деле, ненадолго к вам вышел, хочу отметить несколько вещей. Во-первых, всё остаётся так же, как и в предыдущих видео мы говорили. Приготовьтесь к волатильности X10. Аккуратнее сейчас будут свечи по 10 тысяч долларов в день на битке. Хочу сказать отдельное спасибо RedOne с канала Genesis, на чьём канале вчера был огромнейший стрим. Крипта сегодня обсуждаем вместе с... В общем, планировался стрим только со мной, с Пифагором, но в итоге к нему подконнектились ещё и Слёзы Сатоши, Рафаэль, и Слава, Russian Crypto Family, и Крипто Антон. В общем, всем большой респект, ребята. Трёхчасовой стрим провели. Очень много обсудили важных тем. Поэтому, да, обязательно его посмотрите. Ссылочку я оставлю сверху. Потом, что ещё хочу отметить. В турнире на Bybit, ребята, в индивидуальном профите, это просто какое-то безумие, но чувак на первом месте по имени Вадим, товарищ из нашей команды CryptoCommons.ru, профите уже на полтора миллиона долларов в тезере. Если так дальше пойдёт, он выиграет приз в 180 тысяч долларов. И посмотрите, на первом месте чел из команды CryptoCommons, на втором месте наш человек из команды The Moon, английской команды Карла. Это миллион четыреста профитов. Предполагаемый приз 72 тысячи долларов. Короче, респектую всем лидерам этого состязания. Вот, на третьем месте чувак из какой-то... Я даже не знаю, что это за команда корейская, что ли, или... Вообще, о, на четвёртом из команды Team Underground. Тоже очень люблю Томаса Team Underground. Мы его переводим иногда. Короче, офигевшее соревнование. Куча крышесносных иксов. Вот, просто на дороге валяются. Всем респектую. Из нашей команды тоже всем респектую. Вот, мы на 59-м месте уже, ребята. Это просто безумие. Третье в регионе. Так что давайте, давайте поднажмём. У меня индивидуальный ПНЛ пока такой себе, потому что я не торговал особо. Но я тоже сейчас присоединюсь к вам, ребята. Вот это всё то, что у меня здесь висит, два месяца, оно в торги зачёт не идёт, к сожалению. В общем, такой вот беглый сегодня апдейт по ситуации. Также проект Veyu, в который мы инвестировали, тоже неплохо себя чувствует на Пэнке и Эксвапе. Я не знаю, если не забуду, могу оставить контракт токена, но уже, наверное, я бы не стал бы на это влетать. Потому что это с пресейла уже на 20 иксов улетело. Ребята, смотрите сами, аккуратней, дисклеймер. Вот, как бы какие-то такие штуки. Чё тут скажешь? Вон, биток пампится. Смотрите, мы переписываем полтос вовсю. И да, альтсезон вовсю идёт. Поэтому, ребятушки, всё, как мы с вами и ожидали. Тем не менее, лайткоин к эфиру, вот у нас открытся вчерашнего стрима, всё ещё очень дешёвый. Лайткоин к биткоину тоже всё ещё очень дешёвый. И всё те же монеты, про которые мы с вами всё время говорим, они всё ещё очень дешёвые. И Stellar, и Dash, и Zcash, если он вам так нравится. И всё вот это. Не дешёвые монеты, только Solana, Shmalana. Вы всё сами прекрасно видите, чуваки. Я бы уже аккуратненько выходил из Solana из кардан и заходил бы вот в такие вот недокупленные альты. Dash, Bitcash, Basic Attention Token. Я не знаю. Всё, что вам нравится. Всё, что внизу лежит, то и надо подбирать. Вот, ребята, такие дела. С вами был Flalala, он же Greeny Joe. Всем профитролей и хорошего Тузамуна. До следующей встречи, пока.